Всем привет! Вы на канале Дело Мастера Боится. В этом видео я покажу как проверить катушку зажигания на инжекторном двигателе автомобиля ЗАЗ Таврия Славута и какие симптомы ее поломки. С недавнего времени автомобиль стал внезапно троить. Одна свеча мокрая и я начал подозревать проблему в компрессии или в искре. Компрессию я проверил она нормальная, а с искрой проблема. Замена проводов зажигания ничего мне не дала. И во втором цилиндре нет искры. Скорее всего проблема в катушке зажигания. Сейчас я покажу как проявляет себя эта проблема. Для проверки искры необходимо помощника поставить машину, которая будет поворачивать ключ зажигания. При этом подключаем свечу зажигание до катушки. Прикасаемся к массе и проверим будет ли искра. Поворачиваем стартер и посмотрим. Еще раз. Как видите искры нет совсем. Очень часто эта проблема связана с катушкой зажигания. Она неразборная, залита компаундом, но с помощью мультиметра можно ее проверить на исправность. Для начала открутим два болта крепления катушки к корпусу. На моем автомобиле блок зажигания 5810.3705 12 вольтовый. Каждый высоковольтный вывод подписан возле вывода 1, 2, 3, 4. В первую очередь необходимо проверить высоковольтную часть катушки сжигания. Для этого проверяется сопротивление между первым и четвертым, вторым и третьим выводом. Устанавливаем мультиметр на положение 20 кОм и начнем замерять. Сопротивление должно быть почти одинаково. Между первым и четвертым сопротивление 3,55. Между вторым и третьим 3,60. Почти одинаково, но есть небольшое расхождение. Теперь необходимо проверить сопротивление между третьим и четвертым, вторым и третьим. Здесь не должно быть никакого сопротивления. Здесь все исправно, оно равно бесконечности. Теперь необходимо проверить низковольтную часть катушек. Здесь есть три вывода. Центральная клемма минусовая, а две противоположные слева и справа это плюсовая, которые относятся к первой и второй катушке. Необходимо проверить сопротивление между центральной и левой и центральной и правой клеммой разъема. Устанавливаем сопротивление на тестере 200 Ом и начнем замирать эти клеммы. Между центральной и левой клеммой у меня сопротивление 2,4 Ом. Между центральной и правой клеммой тоже 2,4 Ом. То есть низковольтная часть этой катушки исправна. Также можно проверить сопротивление между крайней левой и крайней правой клеммой. Оно равно 2,8 Ом. Немного больше. Тоже разрыва нет. Таким образом на катушке зажигания моего автомобиля есть небольшой дисбаланс по сопротивлению между обмотками. Самым лучшим способом проверки будет замена ее на новую, но я сейчас почищу все контакты и попробую проверить еще раз на автомобиле наличие искры на свечах. Повторная проверка катушки зажигания на автомобиле показала, что этот контур неисправен. То есть небольшое расхождение несколько Ом уже является неисправностью катушки. Завтра поеду покупать новую. И вот я купил, поставил новую катушку. Проверим какое сопротивление между первым, четвертым, вторым и третьим контактов на новой катушке должно быть, чтобы все работало отлично. Замеряем между первым и четвертым контактом сопротивления. Вот равняется 3,82 кОм. Теперь заверяем между вторым и третьим контактом сопротивления. Оно равняется 3,9 кОм. Значит, такое сопротивление является правильным и исправным. Вы были на канале Дело Мастера Боится. Смотрели видео о том, как своими руками проверить катушку зажигания на инжекторном двигателе автомобиля за Ставрия Славута. Пишите свои замечания и комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok